Сальвейте Амике! Уже на этой неделе с 24 по 27 сентября пройдет Московская международная книжная ярмарка. В этом году она состоится в пятом павильоне экспоцентра на станции метро Выставочная. Ваша покорная слуга, читающая Катарина, как всегда, будет вести влоги-репортажи с ярмарки. Если вы еще не видели мои прошлые влоги, и если вы не можете дождаться выходных и хотите уже почувствовать эту ярмарочную атмосферу, то я напоминаю, что у меня есть все плейлисты со всеми репортажами, которые я делала со всех ярмарок за последние 2-3 года. Сегодня же я представлю вам обзор новинок августа и сентября, большинство из которых можно будет приобрести на ярмарке. Эта подборка субъективная, и она составлена из книг преимущественно малых и средних издательств, наших больших монополистов мы не берем. Все в подборке это разнообразный нонфикшен или тексты, которые находятся на стыке нонфикшена и других литературных форм. Чистую художественную прозу я сознательно не стала включать в этот список, хотя и там есть интересные новинки. Но мне хочется сделать именно нонфикшен фокус. Основные темы, если брать совсем широко, это история, социология и антропология. Типичный набор для моего канала. Поехали! Первая книга «Время магов. Великое десятилетие философии. 1919-1929». Вольфрам Айленбергер. В центре книги «Великое десятилетие интербеллума между Первой и Второй мировыми войнами». Айленбергер рассматривает деятельность Эрнста Кассирера, Мартина Хайдегера, Вальтера Беньямина и Людвига Витгенштейна. Их биографии и идеи этих четырех магов-философов рассматриваются на фоне эпохи. На фоне того самого десятилетия с 1919 по 1929. Герда Таро. Двойная экспозиция. Хеленой Яничек. Документальный роман немецко-итальянской писательницы Хелены Яничек посвящен фигуре немецкой антифашистки и первой женщине-фоторепортеру Герде Таро. В 1937 году она погибла, работая в Испании на фронтах гражданской войны. Будучи еврейкой, Герда подвергалась гонениям нацистской власти и была вынуждена уехать из Германии во Францию. И в этой книге нам показывается судьба человека, судьба еврея на фоне потрясений 1930-х годов, которые затронули всю Европу. Дизайн детства. Игрушки и материальная культура с 1700 года до наших дней. Сборник под редакцией Меган Брэндо Фаллер. Сборник статей о детской игрушке и ее трансформациях на протяжении 300 лет, с 18 по 20 век. В новое время сложилось понимание того, что детство – это особый период в жизни человека и что не стоит рассматривать ребенка как взрослого в миниатюре. Сборник объединен концепцией. Авторы стремятся соединить социокультурные исследования детства с исследованием дизайна материальной культуры, то есть игрушек и различных вещей, которые окружают ребенка. Другая Россия. Исследования по истории русской эмиграции Олега Будницкого. Исследования историкой профессора высшей школы экономики Олега Будницкого посвящены русским эмигрантам первой волны, тем, кто уехал с 1918 по 1940 год. Что стало с вывезенными за границу имперскими финансами? Как сложились судьбы некоторых эмигрантов? Как они относились к большевизму и в каком ум настроении встретили начало Второй мировой войны? На все вопросы автор отвечает на материали источников из зарубежных архивов. Живым голосом. Зачем в цифровую эру говорить и слушать Шерри Теркл? Здесь стоит обратить внимание также на оригинальное название, которое было изменено при переводе книги на русский язык. Как цифровизация повлияла на человеческие коммуникации? Какие последствия это может иметь? Последствия, с которыми мы уже сталкиваемся прямо сейчас. И можно ли с этим что-то сделать? На все эти вопросы отвечает социолог из Массачусетского университета, исследовательница социальных аспектов науки и технологии Шерри Теркл. Книга Одри Лорд «Зами. Как по-новому писать мое имя?» Это мемуары, написанные методом биомифографии, который сочетает в себе миф, историю и реальность. Одри рассказывает о взрослении черной квир-женщины в Нью-Йорке 1950-х годов, о круге женщин-семьи и подруг, о преемственности традиций и ощущении общности. В воображении писательницы реальной женщины становятся народом Зами, жительницами острова Кориаху, существующим не только в реальности в Карибском бассейне, но и в воображении Одри Лорд. И при чем здесь я? Преступление, совершенное в марте 1945 года, история моей семьи, авторство Саши Батьяни. В 2007 году журналист Саша Батьяни узнал, что его бабушка была причастна к жестокому убийству 180 венгерских евреев, произошедшему в 1945 году. Погружаясь в архивы и документы, раскручивая клубок истории, автор задается вопросом, имеют ли события 70-летней давности влияние на настоящее? И накладывают ли на нас отпечаток те деяния, которые были совершены нашими предками? Вот эту книгу я буду себе брать обязательно. Красные части, Мэгги Нельсон. Автобиографический текст Мэгги Нельсон, документирующий суд, состоявшийся спустя 10 лет после совершения преступления. Мэгги присутствует на процессе против человека, который убил ее тетю, когда та была еще студенткой. Это автофикшн, фиксирующий все эмоции, все этапы судебного процесса, сплетающийся с размышлениями об одержимости насилием и границах человеческой жестокости. Океан вне закона. Работорговля, пиратство и контрабанда в нейтральных водах Иена Урбины. Книга журналисты и репортера Иена Урбины посвящена нелегальной и преступной деятельности в нейтральных водах Мирового океана. В серии репортажей автор раскрывает теневые стороны таких важных мировых отраслей экономики, как рыболовство, нефтедобыча и судоходство. Просвещение продолжается Стивена Пинкера. Начавшись в 18 веке, просвещение продолжается, как продолжается и прогресс, неизменно улучшающий нашу жизнь. Даже если нам самим кажется, что жизнь лишь ухудшается. В этой книге профессор психологии Гарриджского университета, писатель и мыслитель Стивен Пинкер помещают нашу современность в контекст истории идей. «Путь через лес. О грибах и скорби. Лонг. Лит. Вунг». Книга на стыке нон-фикшена о грибах и автобиографии писательницы. От антропологии к микологии, то есть науке о грибах, из Малайзии в Норвегию, от мира природы к горе с тем человеческой жизни и к поиску человека места в мире. Эта книга издательства Адмаргенем расширяет подборку автофикшен на своем издательском портфеле. «Разгадка Кода Майя». Как ученые расшифровали письменность древней цивилизации Майкла Ко. Очень ждала перевод этой книги. О том, как было совершено одно из самых значимых открытий 20 века и о том, какую роль в этом сыграл советский майонист Юрий Кнорозов, рассказывает Майкл Ко, археолог-майонист из Гарварда. Книга вышла в серии «Кругозор» Дениса Пескова, и мне кажется, что она станет такой новой классной свежей струей в ассортименте книг «Бомборы». «Союз освобождения» Кирилла Соловьева. Книга-историк и профессора высшей школы экономики посвящена оппозиции в Российской империи, которая сложилась и действовала накануне и во время революции 1905 года. Как оппозиция вообще могла существовать в самодержавной империи и как свое место в политическом поле определяли ее лидеры? В поиске ответов читатель вместе с автором погрузится в историю России начала 20 века. «Крастоцвет» или «Петербургские подоконники» Ольги Кушлиной. Спустя 20 лет выходит второе издание сборников таких эссе-исследований о том, как связано распространение экзотических растений на подоконниках петербуржцев и зарождение модернизма в литературе. Кто из поэтов серебряного века разбирался в цветах, а кто нет, и что мы можем узнать о повседневной жизни людей прошлого, а также об их представлениях о прекрасном, если посмотрим на их садоводческие привычки. Вот такая вышла подборка из 14 книг. Расскажите в комментариях, заинтересовало ли вас что-то из этого, и собираетесь ли вы ехать на ярмарку. Если же вы не хотите или не имеете возможности посетить ММК «Я», то рассказываю лайфхак. Очень часто книжные магазины и некоторые издательства приурочивают к ярмарочным датам акции и скидки. Я точно видела анонс в этом духе от детского издательства «Пешком в историю», и я уверена, что скидки будут не только у них, поэтому следите и покупайте книжки, которые вас заинтересовали. Все подробности о билетах, о том, как их купить, как они будут работать, о времени работы ярмарки и программе, доступны на сайте, ссылка на который будет внизу в описании к ролику. Я посещу ярмарку во все 4 дня, только немного в разное время, и у меня уже нет возможности там быть с утра до вечера, как это бывало бы лучше в прошлые годы. И в воскресенье можно будет познакомиться также с организаторами проекта «Букхоппинг». Все подробности будут в инстаграме проекта. А также поболеть за меня на церемонии объявления победителей в премии «Блокпост». Что касается времени подведения итогов «Блокпоста», то пока его в расписании нет, но оно должно быть, потому что, по крайней мере, рассылка для всех участников организаторами была сделана. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы уже будем точно знать, когда и на какой сцене пройдет это мероприятие. На этом сегодня все. Пока прощаюсь. На выходных мы с вами будем вместе очень плотно и очень долго, потому что будет обязательно 4 влога, где я расскажу все-все-все свои впечатления про ярмарку, покажу, как она будет в этом году устроена, потому что там сложное новое выставочное пространство, в котором я еще ни разу не была, и будем смотреть, насколько оно подходит именно для книжных ярмарок. В общем, прощаюсь лишь на короткий промежуток времени. Спасибо, что посмотрели этот ролик. До скорейших встреч. Балет Амике.